Я не могу понять, то он пенющий заваливается к нам в дом с цветами, понимаешь, потом со мной начинает полумугарить, разговаривать, то, что я хочу купить землю, построить дом, потом, чтобы там жила моя женщина. Я подрезу вам это говорю. При том, что за периметром ты мне лично говорил, что я хочу вернуть семью, и я вот дурак такой, жилой, вот потерял чисто. Такого не было. Дай сказать. Не надо, Илья, говори. Так же Ларченко мне сказал так же за периметром, то, что это курортный роман, просто для хайпа. При том, что так же ты говорил, то, что я хочу помогать. Клянись своим здоровьем, что я говорил так про Ларченко. Ты балабол, значит, после этого. Ты балабол, ты балабол, ты балабол, ты балабол, если я так говорил. Как ты о ребенке ничего даже здесь не сказал. Как меня свела вообще жизнь с этой семьей вообще просто. Это в такой попасть дурдом, просто в такой дурдомище попасть. И ты меня еще тянешь в это дурдом. И я, но параллель. Тем более ты обещал, подождите. И минуточку. Вот два дня назад, Илья. Я не замечаю этих людей. Извините, ты говорил, извините меня, пожалуйста, все. Я подарил им каждому по букету цветов. Однобор. Потратил тридцатку на них. Илья. Причем здесь цветы? Диме, Алене, Татьяне Владимировне и Оле. Чтоб только отстали от меня уже просто. Ты обещал не говорить про них ни одного плохого слова. Да не хочу я больше всего. Они меня раздражают. Потом говоришь. Просто они меня раздражают. Собачки, балабол. Да он по себе. Потом ты говоришь, что ты хочешь наладить отношения. Нет, не хочу больше. А в итоге сейчас, говоришь, я на них потратил деньги, они там фу-фу-фу. Вот сейчас я послушала его рассказ. Что я услышала? У меня чувство к Марго. Я люблю маму. Я не услышала ничего про ребенка. У меня просто, ну, мурашки по коже. Как так можно халатно относиться к жизни, к детям? Это раз. Второй момент. Он вчера испортил со мной отношения. Это лично мое мнение и лично мой выбор. Он просто нагло пришел, вылил грязь, негатив. Еще сейчас просит, чтобы мы его поддержали. Видите ли, мы еще плохие. Голосуйте против меня, конечно же. Мы будем голосовать против тебя. Вы же, ну, вы подоградите же. Голосуйте, конечно же. Все, я все сказала. Только я вам через пять лет это голосование покажу. Мне кажется, что здесь точно так же Илья сейчас себя сидит и зарывает. Тоже, что хочу сказать, коллектив. Очень весело, я понимаю, что круто. Илья Задорный парень, вы все сидите и смеетесь. Ну, давайте на минуту уберем шоу, да? Просто на минуту реалити уберем. Проект уберем вообще. И возьмем жизнь, да? И вы считаете, то, что происходит здесь, это нормально? Что сижу я, беременна от него. Он сидит спокойно, строит отношения с другой девушкой, спит на моих глазах. Да, но, как вы считаете, это нормально для жизни? Илья говорил о том, что вы не имеете права меня выгнать, потому что у меня в январе родится ребенок. Сейчас ты про это ничего не скажешь. Два слова еще. Я сегодня целый день об этом говорил, естественно. Я вот первый раз слышу от Оли, я просто говорю тебе... Потому что, когда начинаешь говорить про ребенка, ты начинаешь здесь эмоции... Илья, просто получается так, что когда тебе надо, ты прикрываешься ребенком. Когда не надо, ты об этом вообще даже не помнишь. Каждый услышал то, что он услышал. Лично я считаю, что Илья, конечно же, достоин ухода. А как решит коллектив, это уже вопрос номер два. Продолжение следует...